Патер Харри, Алистер Оверим, полуфинальный бой, первый полуфинал Токийского Гран-при Кей-1, чемпионат мира, можно так сказать, главный турнир года. Алистер Оверим, уверенно вышел финал, уронив в первом раунде Токсиеру, ну а Бадр Харри со своим извечным уже оппонентом Русланом Караевым встретился в четвертьфинале и тоже завершил бой досрочно нокаутом. А вот сейчас два этих нокаутера зашлись в полуфинале. Алистер Оверим, Голландия, клуб Golden Glory. Боец ММА и в К1 выступал, умеет и бороться, умеет и наносить удары. Силищи неимоверные. А это Бадр Харри. Сегодня он в ударе и готов встретиться с кем угодно. Марокканский воин. Сейчас его зовут Golden Boy. Алистер внимательно взглядом провожает своего соперника. Предстоит нешуточная битва. И Майкл Баффер жмется канатом на всякий случай подальше от этих грозных людей. Три раунда по три минуты. Алистер Оверим. Выдающийся мощный человек. Очень отважный. И готов к подвигу. Бадр Харри. Человек-меч. Готов все на своем пути рассечь. Включился. До этого в каком-то анабиозном состоянии находился. И вот сейчас схлестнутся два могучих и грозных воина. Алистер Оверим. Бадр Харри. Полуфинал токийского и самого главного события 2009 года. Итоговый гран-при К-1. Как они глядят друг на друга. Только что искры не посыпались от касания перчатки о перчатку. И Алистер тут же сносит Бадра Харри после первой попытки Харри что-либо сделать. Бадра Харри в красных перчатках. Алистер Оверим в синих. И первый хук справа. Харри наносит. Оверим тут же идет в клинч. Пропустил несколько ударов. Удары Харри чугунолитейные. Вы слышали удар? Это по туловищу Бадр Харри ударил. Алистер пока еще не попал в ответ ни разу. До этого в предыдущем бою Алистер умудрился поймать Бадра Харри и наказать его. Вы чувствуете какая мощь? Сносит как перышко ветром. Попадание было. И Алистер падает. Пытается подняться. Сможет ли? Стоит на коленях. Это был нокдаун. И очень тревожный нокдаун. Вот он удар Бадра Харри. Обычно Харри не отпускает после таких ситуаций. Главное Алистеру сейчас не раскрыться, не прозевать. Останавливает бой рефери. почему-то очень рано остановил этот поединок рефери. Но были были очень тяжелые попадания и видимо решили не испытывать до конца Алистера уверима на прочность. Да, да, да. Это победа. Бадра Харри выиграл этот бой. Выиграл матч-реванш. Выиграл вне всякого сомнения. Конечно, немножко спорный момент, был ли нокаут. Но то, что Алистеру досталось по полной программе, это ни у кого сомнений не вызывает. Не всякого сомнения. Удары были очень тяжелыми. И конечно вот этот хайкик слева наверное поставил точку. Слевой пытался апперкотом подцепить еще Харри. Немного не достало. могучую шею пришелся удар. Получилось это падение. Глаза закрылись у Алистера и до этого ноги поехали в разные стороны. Алистера себе и мощь. Вот себе и атлетическая фигура. Вы обратили внимание как волна прокатилась по телу, по мускулатуре Алистера Аверима от головы до поясницы. Тяжеленный удар конечно. как выставил Алистер. Палачина Бадр. Ничего не скажешь. Бадр. Ну что ж, уважения тебе. Ты уложился в три минуты. Как? Доволен этим боем? Ты так планировал? Да. Я говорил людям еще вчера. Это хороший боец ММА, но ему не биться против нас. Против нас ему не выстоять. Ну что ж, тебе еще остался бой с Реми, а может быть с Эмми. Ну что ж, увидим, говорит Бадр. В любом случае поздравления и пожелания удачи. Ну что ж, Алистер, ты устроил фантастический четвертьфинал, а в полуфинале ты проиграл. И теперь ты знаешь, что Бадр ответил тебе как следует. Но что случилось? Я наносил удары, я бил и бил. Но может быть, я не был серьезно потрясен. Я довольно быстро восстанавливался. Да, один раз я упал. Я уважаю Бадр Харри, это хороший боец с хорошим ударом. Но в то же время мое мнение второй раз не было нокаута. Он пробил хороший кик. Но через секунду я уже был готов биться. Мы, конечно же, слышали здесь в коридоре все говорили, что ты нанес удар Тексиере в клинче дважды, причем коленом, и это не совсем по правилам, это дисквалификация. Да вы знаете, ничего здесь такого нет, меня атакуют, я атакую, наношу удар коленом. Все, наверное, в пределах правил. Ну что, будешь биться в Кей-Ван? Вне всякого сомнения. В следующем году? Да, я готов выступать в турнире 16-ти. Ну что ж, ММА тяжелее, чем К1? Я могу говорить, основываясь на своем опыте. Прежде я бился с парочкой топовых бойцов, К1, также сражался с топовыми ММА бойцами. я думаю, что ММА все-таки выше уровнем и тяжелее, чем К1, но это никак не умаляет достоинства поединка в К1, просто это немножко другое, потому что более тяжелая работа может быть, а здесь раунд три минуты. Ну что ж, увидим тебя в следующем году. Что ж, удачи! Спасибо за субтитры!